доброго времени суток благодарю вас за то что вы зашли на мой канал всех вас приветствую давно не виделись целую ночь сейчас у нас здесь середина декабря видите вот какая погода вы даже не представляете как сейчас здесь холодно минус 20 градусов мороза вот я стою здесь у бережка так что большой вам привет ваши теплые квартиры откуда вы меня смотрите берите чай присоединяйтесь я буду рассказывать в этом кушайте приятного аппетита так сейчас хочу подойти смотрите 20 градусов а не замерзла здесь вот так вот амурский залив хрустит вот оно как выпало вот это вот все ледяной этот дождь здесь прошел вот потом что-то подтаяло что-то почистили вот этот снег как остался вот теперь он только где-то в апреле это все у нас растает здесь так небольшой ветер наверно слышите большой привет тем кто только присоединился к каналу здесь я вещаю с города владивостока с дальнего востока показываю как мы здесь живем и большой большой вам привет всем кто пишет комментарии говорю вам что читаю я их все принимаю к сведению вот написали что там последнее видео да все было интересно все хорошо но громко музыка звучала одна я это учту все ваши пожелания так что смотрите пишите что у вас снова как готовитесь к новому году осталось две недели сейчас в основном закупают продукты подарки что вы купили пишите мне очень интересно так и вот что нового произошло сейчас кстати материнский капитал теперь можно будет использовать и на образование там по-моему надо уточнить матери или двум родителям ну наверно двум потому что бывает и отцы воспитывают в общем это для того чтобы когда уже выйдут с этого декретного отпуска но чтобы была специальность которая потом дальше сможет и вас кормить и вашего ребенка детей так что вот такое вот нововведение вот и здесь вот тоже цены на сахар на макароны вот они немножко вырастали но сейчас за это взялись вот и сейчас должны посмотреть в магазинах цены понизится вот эти вот самые необходимые продукты питания и вот такие тоже новости в мире знаете что здесь я рассказываю вот сша уже сделали по моему там медику первую прививку от ковид уже начали там делать сейчас такое нововведение тоже в турции с 31 декабря по 4 января там будет комендантский час так что в турцию кто собрался там сейчас вот так вот такие там дела с 31 декабря кстати во многих регионах россии будет выходной день пишите как у вас будет ли он выходной именно 31 декабря ну вот вообще наверное надо его сделать просто уже выходным днем давным-давно чтобы и готовились к новому году на стол надо все приготовить кому убраться кому подарки успеть еще купить в последний день поэтому как бы вот иду снимаю вот а вчера вечером такой сильнейший был такая холодрыга что там не уже не до съемок будет добежать очень здесь это такие бывают сильные ветра вот прививочные центры после нового года откроют в германии тоже от ковид 19 будут прививать них будут делать прививки в этих центрах может тоже слышали историю вот конечно же это везде это и говорили об этом и показывали про историка этого соколова который убил и расчленил свою даму сердца молодую вот его студентка она была знаете да вот 15 лет строгого режима ему дали вот сейчас вот там такие вот новости вот сейчас он там пишет письма что бы не согласен с этим так как его до этого довели состояние что тут скажешь смотрите какая здесь красота всегда вот место одно а вот она по-разному смотрится вот снимаешь а тут небо такое другое красотища вот и здесь такой свежий хороший воздух подышать здесь вообще классно сейчас кстати ехала встретила своего знакомого знаю уже миллион лет вот он рассказал что прилетел из санкт-петербурга тоже видишь здоровье как говорится самое главное для нас потому что если нет здоровья все уже все остальное останавливается вот и сейчас болеть очень дорого поэтому берегите свое здоровье и вот он рассказал что всегда у него со слухом все было хорошо но он сейчас уже пенсионного возраста на пенсии полковник он и в один из дней оказалось что он не слышит вот там к нему обращаются а он не слышит что говорят просто резко раз и слух пропал здесь стали они узнавать во владивостоке что да как вот оказалось что там у него киста вот такие вот операции делают в новосибирске вот санкт-петербурге наверное еще в москве вот и пришлось ему лететь в санкт-петербург так как новосибирске это вот ну совсем недавно еще нет такой большой практике по открывалось это все по этим операциям и он летали летал в этот санкт-петербург вот и получилось просто повезло что там такая запись вот это было было в ноябре а запись чтобы операцию сделать аж на май там такие очередища не пройти не проехать вот и получилось что какое-то место освободилось но он как я не знаю может или человек умер или там еще что-то произошло окошко появилось вот и их вызвали на эту операцию и стоимость операции 250 тысяч вот так я с его слов рассказываю все как есть вот и он говорит ну когда вот это платная медицина то конечно такое отношение там чуть ли не за ручки заводят подводят все а как только заплатил тут как это какой-то молодой выходит этот врач ну пошли спрашивает что куда что уже операция ну как бы тон изменился вот и повели на операцию он говорит там конвейер обычно говорит там кто в палате лежат у женщины где-то рассказывали что вот они там с анестезией делали эти операции ему без вот терпи ты здоровый и потерпи он говорит боль ужасная пришлось это все терпеть вот слетал билеты стоимость билетов вот и плюс вот эта операция 250 тысяч вот ну я вот с ним разговаривал как сейчас самочувствие ну слышал меня что я даже была в маске а он слышал что я говорю все отвечал как бы ну дай бог что слух у него восстановился вот так что пожалуйста тоже мои дорогие не болейте берегите ваше здоровье и ваших близких потому что когда что-то случается то касается уже всей семьи вот и бьет по карману и не у всех есть возможность там оплатить даже не то что там 250 тысяч даже там 2 20 тысяч не могут оплатить потому что все по-разному живут так что вот так вот такие вот пишите в комментариях как вы там не сталкивались какие у вас цены что у вас там насчет медицины ну вот а медикам самый первым сейчас вот эти к вида 19 переверки делать этих медработниках образовательные тоже учреждения вот первым делать что такое вот все самое главное как не крути наше здоровье потом уже все идет остальное никому мы не нужны больные так что берегите себя ветер вот вам расскажу я сама здесь хожу минус 20 у берега ну надеюсь что ваши лайки там меня согреют ставьте пожалуйста жмите на этот палец вверх вот за то что я тут замерзла вот пожалуйста кто еще не подписался только зашел подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии вот жмите на колокольчик там он такой есть колокольчик и он будет оповещать о новых видео когда я вас будут оповещать этих видео платить за это ничего не надо каждый раз я это рассказываю потому что люди заходят и не знают куда попали куда зашли надо ли это бояться вдруг куда-то там нажмут и деньги начнут снимать ничего не начнут здесь другая система просто смотрите и пожалуйста активно участвуйте скоро папа показываю как мы здесь готовимся к новому году продолжать буду показывать там уже видели магазины снимала много комментариев и пишите большая благодарность потому что я знаю что такое найти время сложно я бы смотрела столько блогеров столько интересных есть только всего рассказ по всему миру везде а нет времени столько к сожалению так что я очень вас благодарю что находите время смотреть именно мой канал вот считаю стараюсь здесь быть всегда на позитиве но рассказываю реальные вещи что происходит как происходит вот не всегда это все такое хорошее ну как вот такая наша жизнь то черная то белая полоска этого никуда не деться ну не может быть все ровно что-то да происходит каждый раз скоро сниму елку как там нарядили на центральной площади я вам уже показала как и готовились ее наряжать как какая она там стоит все пока было без украшений без игрушек ну вот как ее украсят я туда хочу тоже приехать вот и вам все снять показать потому что вы у меня великие путешественники все должны знать и видеть что здесь делается я думаю это очень интересно тут уже раз говорила вам что вот когда был соцопрос вот ну уже у людей которые много много лет прожили там 70 лет вот и спрашивали что вот о чем вы жалеете что вот ну не успели там еще или не было вашей жизни вот о чем больше всего жалеете и вы знаете что ответили вот первое это что работали на нелюбимой работе вот а второе было что мало путешествовали ну мало мир видели да вот стоит над этим задуматься ну что это уже очень интересно увидеть даже вот здесь я снимаю это дальний восток что здесь как здесь вот не у всех есть возможность здесь побывать вот я когда вот в испании была там испанцам говорила говорю до владивостока от москвы 7 суток они 7 часов я говорю нет 7 суток такой медленный поезд я гранит это так далеко такая у нас большая страна думали что я не так говорю говорю я все правильно да 7 суток так что пожалуйста не надо вам 7 суток ехать и лететь 8 часов просто жмите на мой канал вот и смотрите надеюсь видео вам понравилось всего всего вам самого хорошего до новых встреч всех люблю всех целую всего вам самого хорошего и здоровье самое главное